У нас бывает туристов, и туризм это вообще отдых, так или иначе. Винный туризм это, наверное, одна из самых приятных составляющих отдыха и гастрономический туризм в целом. Спасибо большое. В целом, сдаёт огромную часть того национального посыла, той атмосферы, к которой турист возвращается снова и снова, затем в тот или иной регион. В профессиональной аудитории не нужно углубляться в Сверико. Скажу о деловой составляющей. Больше 50 виноделин в Крыму. Когда мы приходили 3,5 года назад, это была одна из пилотных проектов для Крыма, связанных с винными дорогами. Сейчас это поддерживается целым рядом предприятий, в том числе и туристических агентств. То, что называется «Ушло в народ», и мы этому, конечно, очень радуемся. Все теперь преподносят винные дороги, в том числе и как собственный продукт. Этого мы и добиваемся. Мы придумали в своё время фестиваль, потому что кроме путешествия по винодельням нужно ещё какое-то мероприятие. Он стал брендовым. Это ноябрьский фестиваль. Для Крыма это, мягко говоря, межсезонный. В ноябре собрать на открытие в 2019 году у нас было 12,5 тысяч человек через рамку охраны. То есть, чёткая абсолютно цифра – это хорошая цифра, на самом деле. Мы понимаем, что это может работать. И целый ряд людей, вот он проходил, к сожалению, в прошлом году по санэпид условиям, пришлось его отменить. В принципе, люди начали приезжать на него специально. Как это выглядит? 50 виноделемых, 35 у нас точно в проекте. Есть методология, есть, в принципе, конкретика, есть стоимость этого тура, и она торгуется отдельно. По данному, Лиана растёт где-то на 17-20% в год, в принципе, потребление гастрономического, туристического продукта. В Крыму, наверное, больше. То есть, процентов 30 каждый год увеличивается. Плюс ещё отдельный для нас бонус, то, что это чаще всего происходит в межсезонье. Потому что, ну, просто летом, да, конечно, безусловно, но путешествовать, совмещая культурно-познавательность, гастрономический туризм осенью и весной, просто комфортно, не так жарно. В рамках фестиваля, я не знаю, почему, все участвующие в винодельческой компании, а это от крупных предприятий, действительно, брендовых, наверное, не только для Крыма, но и для всей страны, как «Массандра», «Новы Сверхи», «Кармана» и так далее, принимают участие в гаражной, настоящей гаражной винодельне, винодельне с тиражом, там, годовым, где-то порядка 50 тысяч бутылок. Это не очень много, но тем не менее, много из них достаточно много, смешно. Все они работают в режиме открытых дверь в эти дни, поэтому вот этот ноябрь, даст Бог, что у нас получится провести с новым мегасом, всех вас приглашаем. Но, пользуясь сейчас трибуной, мы, в принципе, очень давно хотели сделать открытие сезона, сделать гастрономическое фестивальное открытие сезона. Мы постараемся это сделать в год. То есть выявили месяц, в начале, точность, к сожалению, мы больше точной даты не можем сказать, но мы запланируем большой энногострономический гастрономический фестиваль в Крыму. Более широкая будет палитра привлеченных и компаний, и, наверное, они будут не только крымскими, и там целый ряд активностей еще запланирован. А в общем и целом, ну, это хорошая, потрясающе, позитивная и интересная составляющая туристического продукта, который действительно семимедельными шагами развивается в всей нашей стране, в Крыму. Он развивается, на следу, очень хорошо. Мы всегда, в Крыму и Севастополе, собственно говоря, включат туристические точки зрения, есть разных субъектов, есть один полуостров, да, и кто проживает в Севастополе на логике, где шеет, обязательно, диалог или наоборот. Поэтому, в этом смысле, это понятная, конкретная перспектива. У нас в прошлом году, несмотря на все ограничения, было 6,3 миллиона. В этом году мы ждем, я думаю, больше, чем в году в 2019, который рекордным был признан. Не буду называть цифры, вот тут не хочу подводить, что мы называем, слава богу, но все время очень подмеряем. Самое главное не количество, а самое главное – качество. Несмотря на падение по отношению к 2019 году, тут потока более чем на миллион человек, мы получили прирост, единственный субъект в стране, получили прирост по валовым доходам туристической отрасли, порядка 9,5%, по налогам плюс 7,5%. Плюс мы растянули, у нас загрузка октябрь-ноябрь, сентябрь-октябрь была до 100%, и в общем-то сейчас, ну понятно, по объективным причинам, но все работающие средства размещения способны предоставить от регионного уровня качества, и сервисы с точки зрения оздоровительного, спа и так далее, заполнены на 70-80%. Такого не было никакого. Так что, ну, ни с чем рады. Спасибо большое. Спасибо большое. А про региональные края, если можно? Володой, как раз, вот завтра, условно, да. Ну, вот это как раз один из примеров проекта, который также был задуман нашими коллегами совместно с Севастопольским краем, прежде всего, в него подключились Севастополь и Ростовская область. Этот, в принципе, проект связан с античным наследием Российской Федерации. Мы понимаем то, что это общемировое наследие, количество объектов показа колоссальное и в Крыму, и в Севастополе, и, в принципе, в России. И к этому присоединился еще один проект. Длинные дороги поспорствуются. Он только исторический, узнавательный, но, опять же, приятно гастрономически. Поэтому таких проектов, я не знаю, есть ли еще остальных. Да. Главный. Ну, вот, межсубъектов, в свое время, когда мы его презентовали, сказали, это первый за постсоветский период, после, собственно говоря, Золотого Кольца, вот такого размаха. Сейчас они появляются снова. Ну, дай бог, чем больше таких проектов будет, тем больше мы будем путешествовать между, по крайней мере, соседними субъектами, тем выше будет рентабельность, тем интереснее будет заниматься фуризмом, как бизнесом. Причем, круглый блок, а не только блок пляжный субъект. И в июне, когда мы проходите на гастрономический фестиваль, я думаю, представил уже вышедшие два засеку, легло и первый вильный гид, который межрадиональный гид, который, естественно, большого момента выделяет. Спасибо большое. Мы обязательно сделаем деловую секцию, кроме развлекательных, кроме, там, некоторые моменты, которых мы выведем, главную кампанию, к концу апреля, мы обязательно сделаем деловую секцию, потому что есть целый ряд проблем, которые пока решаются в ручном режиме, связаны с гастрономическим туризмом и туризмом вообще. Например, используемся в розземье для размещения объектов, гостиничной инфраструктуры и так далее. То, что пока не решено, и решать можно. Но, честно сказать, каждый раз это по краю, то, что называется, как говорится, это действует. Но это работа. То есть в Крыму появляется все больше принадлежа, в том числе с собственными комплексами, ресторанами, регистрационными центрами. И, в идеале, это, когда это небольшой отель, шато, и вместе это, конечно, будет работать очень здорово. Это работает уже в Краснодарском крае, есть и у нас. И, в общем-то, виноделие некоторые, например, в Волгоградском, некоторые опыты, которые виноделие касаются, они потрясающие. То есть, в принципе, можно это развивать, это может работать и работать. Каковы перспективы к переводу в жилой туристический фонд малых домов, размещения, собственных домов? Ну, то есть, часика полтора есть. Вопрос более чем актуальный. Мы завтра будем его рассматривать на заседании Общественной палаты Российской Федерации. Мы инициировали обращение совместно с Ростуризмом. И я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки введем отдельное понятие тех средств размещения, которые на самом деле не являются и гостиницами, и не являются в то же время частными домами. Мы предлагаем ввести понятие гостевой дом, ввести под них отдельный вид разрешенного использования земельного участка, чтобы уравновесить всю эту картину и ввести отдельные государственные стандарты для данного вида услуг, для услуг гостевых домов, не гостиничных, и, ну, естественно, без дачи жилья в наем. Перспектива для нас очень понятная. В Крыму порядка 7 тысяч средств размещения, в Краснодарском крае и того больше, плюс Ставрополье, плюс Алтай, плюс Карелия. В общем-то, это же, на самом деле, очень хорошая история. Действительно, люди являются сами инвесторами. Это уже номерной фронт, который проинвестирован. Если почитать очень скромно, то есть 7 тысяч средств размещения по 20 номеров, это 140 тысяч номеров. Ну, пусть половина из них, как бы, будет соответствовать всем стандартам. Но 70 тысяч номеров, это 140 тысяч в ВКМС. То есть это серьезное подспорье для экономики любого региона. Такая же ситуация есть и в других регионах. Это просто нужно создать условия, показать, собственно говоря, перспективы. Ну, извините, некоторые моменты для тех, кто не сотрудничает, кто смотрит, в том числе и штрафные, они, в общем-то, все это в законодательстве есть. Поэтому просто вот это урегулирование, потому что сейчас в соответствии с действующим законодательством есть возможность гостевой дом, условно его так называем, перевести в гостиницу, но в 95% случаев это никто делает, потому что стандартный нежилого домов, ну, то есть надо переводить в нежилое помещение, менять целевое разрешение земельного участника на коммерцию на 100 тысяч, попадать на, соответственно, совершенно другую стоимость и коммунальную, то есть только аренды и земельного участка там, и так далее, и так далее. И самое главное, то, что не пройти в 95% случаев по стандартам уже гостиничным, которые на самом деле одинаковые, что для гостиницы на 5 номеров, что на 1000 номеров сейчас. Но введение этого понятия позволит, ну, в принципе, согласоваясь с МЧС, с Минстроем РФ, с Росреестром, то есть мы со всеми заинтересованными фаевами, надеюсь, в целом получили соответствующие документы, позволят получить каждому из регионов большое количество уже проинвестированных номеров, что, безусловно, скажется на экономике региона и в целом экономике Туизии. Спасибо большое, что вам написано. Все ваше усилие. Скажите, пожалуйста, от 35, то, что вы озвучили, из 50, да, ожидается прирост вообще частных винодельных в Крыму? 30, да, по винодельным. Но на самом деле они открываются практически ежегодно, то есть новые хозяйства появляются, развиваются те, которые есть. 35, я могу, если честно, не очень точными цифрами сейчас оперировать, но, если не ошибаюсь, порядка 35, по крайней мере, у нас в проекте, порядка 35 на территории Республики Крыма, еще 16 или 18 на территории города Севастополя. То есть прирост происходит ежегодно. Рентабельность в этом бизнесе есть, она сложная, это непростой вид бизнеса, безусловно, но он интересный. А это, знаете, как добавленная история, как дополнительные бонусы, которые работают и на промо, собственно говоря, продукции, и в то же время позволяют еще дополнительно заработать и зарабатывать на дополнительные бонусы. Спасибо большое. Кому, как ни с Крымом, я думаю, нам сотрудничать, поскольку Винные дороги Крыма, я думаю, будут прообразом национального маршрута Винные дороги России, который МАТРСТ хотим инициировать и подать Ростуризму на федеральном уровне и будут как-то обосновать. А вам спасибо большое за вашу и за вашу и за работу. Благодаря вам, многие стены тоже раздвигаются. Все вместе. Спасибо большое.